Часто в жизни приходят всякие сны про прошлые жизни. Некоторые подумают, что это развивает шизофрения, некоторые поверят мне. Не важно, не важно. Важно то, что я отчетливо в это время вижу, что я был другим раньше. И в это время занимался какими-то другими вещами. Но я ничего не помню, то, что я там делал. А сейчас у меня вот такая жизнь. И это значит, что в следующей пройдет там каких-нибудь, сколько-то немного лет, что я уже не молодой. И я опять уже не буду ничего помнить, что было здесь, в этой жизни. А я так сильно в это вкладываюсь. Мне нужна семья, нужны дети, нужна хорошая работа, стабильность жизни мне нужна. Так в это сильно вкладываюсь. Но это все я забуду. А вот если я вкладываюсь в молитву, в веру в Бога, в добрые дела, в аскезу, в любовь к природе, любовь к людям, это никогда не забывается. Поэтому подумайте, во что вам вкладывать. Где настоящее богатство? Все, кто накопили много бабок и купили себе подводные лодки, это все уйдет из жизни. А вот это все они получили благодаря своему благочестию. Когда человек много прошлых в жизни, много добрых дел делал, он в этой жизни получает богатство. И его выбор, это богатство сделать на благо родине и людям, или нагрести себе. Вот если хомяк в щеки сует больше и больше, больше и больше, что произойдет дальше? Не нравится у вас разные мысли. Будет хорошо себя чувствовать. До какого времени? Щеки же не беспредельные. Но он верит, он верит, хомяк, что он будет по-любому хорошо себя чувствовать, даже если щеки растянутся вот так. А? Значит, вы верите в деньги? Контролировать? Да, моя хорошая. Да как это возможно контролировать? Да вы что? Да как вы это сможете контролировать? А почему люди-то все в тюрьмы садятся от взяток? А почему люди рушатся на правительственных должностях? А почему люди пупеют от этого, строят себе дворцы? Почему это все происходит? Да потому что они не могут это контролировать. Деньги – это огромная сила, которую невозможно контролировать. Поэтому монахи уходят в монастырь, чтобы с этим не иметь дела. Я вам сейчас расскажу, раз вы так думаете. Вы не знаете силу денег. Я вам расскажу историю одну. Это реальная история. Одна женщина, проститутка, собирала деньги, потом послушала какие-то лекции. Не мои. Послушала какие-то лекции и поняла, что она живет неправильно. Она пришла в монастырь. Говорит, возьмите все мои деньги. Я не хочу больше так жить. Я хочу все для Бога делать. Я хочу в вас остаться и служить вам. Священник говорит, я не возьму твои деньги, потому что мы не переварим их. Там много греха в них. Мы деградируем. Потому что деньги бывают разные, оказывается. Одни деньги дают счастье человеку, а другие страдания, потому что деньги – это энергия. А куда она пойдет, откуда она взялась, туда и пойдет. И священник отказался. Женщина пошла на берег Святой Реки, села поститься до смерти. Потому что, видите, нет смысла жить. Серьезная женщина. Она постилась, и когда уже собиралась умирать, Господь явился перед ней. Ну, он по-разному может в виде звука явиться там. То есть он ей сказал, иди, и отдавай ему деньги, он возьмет. И в это время он ему явился во сне и сказал, бери деньги у нее. Все же просто. Надо обоим явиться, и все будет нормально. Вот. Она пришла. Ей деваться был никто, она поверила, потому что или умирать, или поверить. Она пришла, и он взял у нее деньги. Но он, этот священник, был разумным. И он сказал, Господь, я возьму деньги, но у нас все монахи деградируют. Господь говорит, не волнуйся, я это беру на себя. А хорошо, отлично, тогда беру деньги. Что делать с деньгами? Накорми монахов всех. Собери, сделай праздник, как бы, и приготовь блюдо, и накорми. Священную пищу, накорми всех. Пускай все покушат. Он так и сделал. Все покушали. Одни монахи потеряли семя в эту ночь, а другие не потеряли. И те, кто потеряли, они пришли к этому священнику, говорят, мы жили целомудренной жизнью, мы молились. После того, как мы поели твой пир, у нас огромное вожделение в сердце возникло. В результате мы всю ночь думали только о сексе. И потеряли семя. Почему ты? Что за пища была? Он рассказал, что за пища была. Они говорят, почему ты нас предал? И он молиться Богу начал. И Господь приходит к нему. Говорит, ты мне обещал? И как бы, что произошло-то? Все люди как бы... Он говорит, я обещал, но монахов никто не заставляет обжираться. И он говорит, те монахи, которые съели, сколько им положено по судьбе, они семя не потеряли. А те монахи, которые обожрались, семя потеряли. Так вот, никто не может контролировать энергию денег. Это она нас контролирует. Поэтому человек должен, беды говорят, от жизни брать столько, сколько ему положено, а все остальное отдавать на добрые дела. А сколько положено, это простая, скромная жизнь. Это не типа там. Это можно понять с помощью сердца. Вот, допустим, правитель положено больше, иначе его не будут уважать. Простому человеку положено меньше. Сердце подскажет, где роскошь, а где необходимость. Допустим, человек директор завода. Ему надо быть достаточно состоятельным, иначе его не будут уважать. Это его положение в обществе. И никто не должен этому завидовать. Другому человеку положено меньше. Положено меньше означает, что ты больше сделал, и тебе начало плющить. У тебя понты пошли, и там, тебе как бы развозить начало. Это значит, что ты перебор пошел. Ты лишнего берешь. У тебя как бы слюна пошла, как бы губы слюнявыми стали. Речь сладкая, и все. То есть, тебя понесло. Это значит, ты лишнего взял. Деньги тебя убивают, значит. Понимаете? Деньги могут убивать человека. Потому что, если ты лишнего взял, они пойдут дальше. Ну, это так, человек обжарвался, вы говорите, хомяк не может умереть от переедания, да? Почему не может? Все могут умереть от переедания. Вот почему человек жиреет? Потому что лишнего берет. Вот и все, все же просто. Нет, не замкнутый. Нужно просто понять, что цель жизни – это не деньги. Цель жизни – это Бог. Нужно Ему служить, нужно заботиться о других. Деньги, можно много денег. Можно много денег, и все их отдавать на добрые дела. Это будет очень сильная судьба. Вот много денег взял и много сделал добрых дел. Можешь себе тогда побольше брать? Не проблема.